Всем привет! И сегодня я вещаю из дому. К сожалению, украинское правительство своими новыми абсолютно идиотскими постановлениями лишило меня возможности бегать там по лесу и по парку и передвигаться по городу. Это не значит, что я не буду двигаться, но это существенно осложняет ситуацию. А еще больше ситуация осложняет то, что эти идиотские запреты сильно ухудшили способность населения всего бороться с иммуновирусом и любыми другими болезнями, потому что вынужденная обездвижимость серьезно нарушает иммунитет. И вот это главный минус, который мы получим по выходе из карантина. Все выйдут больными и выйдут, кроме того, жирными, то есть у них будет больше жира и меньше мышц. Это и доказывают научные исследования. Кстати, отмечу, что я не могу сейчас вставлять слайды тут, из дому пока нет нужной программы, поэтому все доказательства научные вы получите по специальной ссылочке внизу этого видео. Итак, научное исследование, при котором молодых добровольцев 27-30 лет, совершенно здоровых, лишали на 21 день возможности двигаться, то есть их переводили на постельный режим. У всех молодых людей увеличилось количество жировой массы на 1,5 килограмма, а количество мышц уменьшилось на 3 килограмма всего за 21 день. Те, кто качаются, знают, как тяжело набрать 3 килограмма сухой мышечной массы. Так вот, за 21 день она может просто улететь. Причем, все эти молодые люди, они питались изокалорически, то есть получали ровно столько калорий, сколько тратили. А теперь представьте себе, что от безделья большинство людей переедает и мало двигается. Причем переедают они именно неправильных продуктов, то есть тех самых, которые разрушают иммунитет, и, что самое противное, повышают количество воспалений в организме. А это может провоцировать иммунитет, нападать на клетки легких, печени и сердца, что именно и является главной причиной смертельных пневмоний и других болезней при коронавирусе. То есть вынужденная бездвижимость и неправильное питание переводят организм в ситуацию существенного ухудшения иммунитета и повышения риска серьезных осложнений и даже смерти от коронавируса. Итак, для того, чтобы нанести удар по иммунитету, людей держали 20 дней в больнице на постельном режиме. Вы можете возразить, что вы находитесь не на постельном режиме, а просто вынуждены больше сидите, лежите там, возможно, не особо быстро ходите по квартире. Так вот, другие исследования показали, что достаточно всего 3-5 дней для того, чтобы серьезно ухудшить состояние иммунитета, если вы просто увеличиваете время сидения. При этом вы и ходите на работу, просто сидите гораздо дольше. Дело в том, что повышенное время сидения, то есть любая обездвижимость, существенно повышает толерантность организма к глюкозе. Так называются скрытые скачки сахара в крови. Их, к сожалению, невозможно обнаружить обычным анализом крови, который делается утром и натощак, потому что уровень сахара в крови поднимается уже после еды, но неадекватно сильно и неадекватно надолго. И это существенно нарушает иммунитет, ну и кроме того, является, кстати, предвестником сахарного диабета. Итак, ученые проверяли то, каким образом повышение уровня сахара в крови влияет на иммунитет. Оказалось, что всего 100 граммов глюкозы, съеденные за один раз, уменьшают активность специальных клеток, которые уничтожают бактерии и вирусы, этот процесс называется фагоцитозом, в полтора раза. То есть активность иммунной системы, способность иммунной системы, вернее, убивать вирусов уменьшается в полтора раза при увеличении уровня глюкозы в крови. Причем этот эффект длится 5-6 часов. Так вот, при нетолерантности, повышении нетолерантности организма к глюкозе, уровень скачков глюкозы достаточен для того, чтобы вам не нужно было съедать целых 100 граммов глюкозы, чтобы снизить активность иммунитета. Вам достаточно просто обычно покушать. Если вы сидели 3-4-5 дней, напомню, то уровень нетолерантности к глюкозе у вас повышается, и ваш организм начинает реагировать повышением глюкозы, неадекватно, высоким, на обычную еду, и, соответственно, ваш иммунитет после каждой еды существенно ухудшается. Кстати, отмечу, что индикаторами скрытой нетолерантности к глюкозе являются фурункулез или гнойничковое воспаление кожи, или просто воспаленность кожи, парадонтоз, расшатывание и выпадение зубов, сухость кожи, зуд кожи, длительно не заживающие всякие мелкие повреждения, кстати, еще и болезненный ПМС, и нарушение менструального цикла. Так вот, если вы долго сидите и неправильно питаетесь, то у вас появляется еще один фактор, который серьезно разрушает ваш иммунитет. Это повышение уровня так называемого системного хронического воспаления организма. Я рассказывал о нем уже в нескольких лекциях и статьях, и отмечу, что это такое вяло текущее постоянное воспаление организма, которое переводит клетки иммунной системы в режим повышенной боеготовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, вместо того, чтобы бороться с вирусами и бактериями, и, отмечу, кстати, и с раковыми клетками, клетки иммунитета вынуждены уничтожать последствия или ликвидировать последствия вот этого системного воспаления по всему организму, что, естественно, существенно уменьшает иммунитет, а также увеличивает риск всяких аутоиммунных заболеваний от артрита, артроза, диабета первого типа до обычных аллергий. И, кроме того, вот эти аутоиммунные процессы, они еще и настраивают организм именно на вот эту неадекватную реакцию клеток иммунной системы на коронавирус, когда иммунная система начинает уничтожать клетки собственного организма. И это часто приводит уже в старом возрасте к смерти. Так вот, индикатором системного хронического воспаления является рост уровня С-реактивного белка в крови. За 21 день постельного режима уровень С-реактивного белка у молодых, напомню, здоровых добровольцев вырос в 4,3 раза, и он не пришел к норме даже через 14 дней. Этот анализ на С-реактивный белок вы сможете сделать уже выйдя, например, из карантина и увидеть, что он у вас существенно повышен, и, соответственно, ваша иммунная система начинает быть гораздо более чувствительной чувствительной к любого рода инфекциям, а не только коронавирусам. Сейчас, если вам интересно, то вы можете пройти специальный тест на то, как ваше питание вообще влияет на факторы вашего здоровья, в частности, на уровень системного хронического воспаления. Ссылочка на этот тест, она есть у меня также под этим видео. Так вот, системное воспаление и повышение толерантности организма к глюкозе, которые разрушают иммунитет, увеличивают количество жира и уменьшают количество мышц, это только краткосрочные результаты карантинного сидения дома. Их можно будет убрать или уменьшить за 1-2 месяца тренировок, но есть и долгосрочные факторы, то есть стойкие нарушения обмена веществ, которые переводят организм в режим накопления жира, блокируют желание двигаться, усиливают тягу к сладкому, жирному и мясной пище. И вот это гораздо страшнее, поскольку для того, чтобы вернуть организм к нормальному состоянию, то есть обмен веществ к норме, вам понадобится гораздо больше времени и усилий, а разрушения, которые вот эти нарушения обмена веществ приводят, они будут гораздо более сильными и страшными. Поэтому в следующей лекции я вам расскажу о научных методиках, физических нагрузок. Да, есть такие специальные методики, которые помогают противостоять набору жира при вынужденном безделье специфически на животе и бедрах, то есть активизировать те ресурсы организма, которые позволяют меньше накапливать жира и больше накапливать мышц. А также расскажу вам о правилах питания, которые помогут поддержать ваш обмен веществ, снизить падение иммунитета, снизить толерантность к глюкозе и уменьшить системное воспаление. Ну а чтобы держать мозги в норме, смотрите мои лекции, там 36 часов полезного вещания, 24 лекции и я даю специальный доступ всего за 15 долларов для того, чтобы вы могли держать ваши мозги и тела в порядке. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте внизу на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Всего доброго, не кашляйте, будьте здоровы и двигайтесь. Пока!